МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Не нужно в каждом слове Бог видеть Бога. Эти слова стали лозунгом для семинара профилактики религиозного экстремизма среди молодежи. О том, что же обсуждалось там, смотрите в репортаже Амина Смаковой. С миру по нитке голому рубаха. В Центральном парке ребята устраивают благотворительное фаер-шоу. Подробности в репортаже Сергея Журавлева. Регрессники угольного департамента Курга устроили забастовку у здания департамента Арселор Металтимиртау. Подробности в репортаже Марка Бюшко. Бывшие горняки вышли на забастовку. Шахтеры собрались этим утром у здания департамента Арселор Металтимиртау с требованиями выплатить им положенные по закону деньги. Несогласные настроены решительно. Марк Бюшко узнавал, удалось ли регрессникам добиться справедливости. До каких пор начальство будет нами манипулировать, как, не знаю, пешками? На площади перед департаментом Арселор Металтимиртау состоялась забастовка регрессников. Шахтеры больше не могут терпеть несправедливость по отношению к себе. Многим из них законные выплаты не поступают уже в течение года. Среди них оказался и Сергей Малинин. Мужчина, проработавший на шахте Шахтинская 35 лет, инвалидность оформил два года назад. В свои 56 шахтеров приходится буквально жить взаймы. Если бы к рабочим относились как к людям, думали, что у них и честь, и достоинство есть, а не быдло какое-то, может по-другому бы к нам и... А эти выплаты уже полгода, считайте, живем в проглоте. Вы по закону обязаны начать выплатить. Начальник отдела областного департамента по контролю и социальной защите Василий Черный рассказывает, в Арселор-Металтимиртау прошла внеплановая проверка. На имя генерального директора было выдано предписание. В нем черным по белому. На основании 164 статьи Трудового кодекса предприятие обязано возобновить выплаты регрессникам. Однако компания с документом не согласилась и обжаловала постановление в суде. Тимиртауевские экономические суды вынесли решение, что предписание выдано обоснованно. Промышленный магнат подал на апелляцию. То есть завтра, полтретьего, продолжится судебное заседание. Оно продолжится, и я более чем на 200% уверен, что этот суд мы выиграем. И все-таки уже в судебном порядке заставим работодателя назначать и выплачивать возмещение ущерба. Мы знали, когда ее подали. Мы не получали ее официально. Мы знали, когда ее подали, вы не получали. Судебное слушание перенесли. Все потому, что юристу компании потребовалось время для ознакомления с жалобой. Забастовку можно было предотвратить, если бы суд состоялся вовремя, говорит председатель профсоюза угольщиков Курхау Марат Миргоязов. После завтрашнего суда надо будет, конечно, делать выводы, кто в компании довел эту ситуацию до того, что сегодня люди вышли и стоят на площади. И принять к ним все необходимые меры для того, чтобы больше не состоялось ни впредь не было таких ситуаций. По словам юриста департамента Арселор Миттл Тимиртау Рустема Нуркалиева, Комитет по контролю и надзору финансового рынка прислал письменное предписание, адресованное страховой компанией «Альянс Полюс». Та, в свою очередь, до конца месяца обязана выплатить всю задолженность перед бывшими горняками. На сегодняшний день, говорю, существует предписание регулятора КФМ аббревиатура, то есть Комитет финансового надзора. До 22 июля «Альянс Полюс» обязали перечислить всем выплату. История, которая длится около года, может закончиться уже завтра. А пока решение суда еще не вынесено, регрессники продолжают бастовать и свято верить в то, что справедливость наконец восторжествует. В Караганде предприниматели стали добровольно сносить свои кафе и частные автостоянки. Бизнесмены не стали дожидаться, когда к ним придут представители Акимата и судоисполнители. На днях одной автостоянкой, портящей эстетический вид города, стало меньше. Подробности у нашего корреспондента. В настоящее время архитектурная ситуация в городе меняется. Местные власти решили снести летний кафе в центре Караганды. Накануне была ликвидирована еще одна летка на улице Нуркена-Абдирова. Горожан такая политика благоустройства шахтерской столицы радует. Они мешают и днем, и вечером, потому что мы работаем. Шум, гам, во-первых, пьяные люди, молодежь, ссор этот был. Мы очень рады, что Акимат взялся за это дело и убирает эти кафешки. Я доволен, что сейчас вот такое благоустройство делают. У нас это прекрасно. Это же все делается для нас. Специалисты отдела земельных отношений Акимата Караганды говорят, что в ближайшее время они освободят все незаконно занятые земельные участки и незаконно функционирующие летний кафе в шахтерском городе. В данный период времени проводится работа по благоустройству города, так как многие летние кафе не соответствуют внешнему виду Караганды. Стражи порядка считают, что лучше, если бизнесмены сами будут на добровольной основе исполнять постановление суда. Так поступил один карагандинский предприниматель. Он самостоятельно ликвидировал автостоянку в Майкудуке. Было вынесено решение суда, обязание должника Батребека Ирлана как избавиться освободить земельный участок и произвести снос автостоянки. В настоящий момент должник добровольно исполнил данное решение суда, как видите. Благотворительное огненное шоу в поддержку еще не родившегося ребенка с врожденным пороком сердца было сорвано. Карагандинских энтузиастов разогнали полицейские. С места события наш корреспондент Сергей Журавлев. Поджигай, зажигай! В Центральном парке Караганды ребята-энтузиасты устраивают благотворительное фаер-шоу. Целью данной программы является сбор денег для ребенка с врожденным пороком сердца. В Центральном парке буквально полыхало пламя. Карагандинские ребята устроили благотворительное фаер-шоу в поддержку алматиньки Светланы Москалевой. Ее еще не родившемуся ребенку требуется дорогостоящая операция. У младенца врожденный порок сердца. Поддержать женщину решили карагандинские укротители огня. Фаер-шкам не впервые устраивают благотворительные выступления. Они регулярно проводят подобные акции. Наши цели, во-первых, это благотворительность. В первую очередь мы обычно помогаем людям, которые оказались в беде. То есть это какие-то семьи, у которых больные дети чаще всего. К сожалению, выступление фаер-шков было прервано на самом интересном месте. Сюда нагрянули полицейские, которые пытались задержать участников акции, ссылаясь на то, что они создают в парке пожароопасную ситуацию. Опасности нет, уверяли организаторы. Однако стражи порядка стояли на своем и попросили зрителей разойти. Несмотря на это, 32 тысячи тенге все же удалось собрать. Они будут направлены непосредственно семье Москалевых. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к фаер-шору. Это была большая помощь для нас. Было очень неожиданно и приятно, потому что ребята сами предложили помощь. Все собранные деньги были перечислены, мы их уже получили. Спасибо еще раз большое. Низкий вам поклон от всей нашей семьи. Следующая подобная акция состоится в начале августа. Между тем, карагандинские фаишки призывают помочь еще не родившемуся ребенку. Номера телефонов и банковский счет Светланы Москалевой указаны на экране. Не проходите мимо. На ее месте может быть любой. Карагандинских парикмахеров приехал учить цирюльник из Санкт-Петербурга. Фарук Шамуратов – серебряный чемпион Европы в шахтерскую столицу с новым подходом в деле о стрижках и прическах. Как из простых волос сделать шедевр узнавал наш корреспондент. Чтобы это было объемно, пышно, много украшений, много блестящих штук, много блеска. Так стилист из России говорит о карагандинском парикмахерском деле. Фарук Шамуратов в Караганде уже несколько дней. За это время успел обучить и вдохновить десятки местных цирюльников искусству работы с волосами. Себя он называет художником. Он рос в семье парикмахеров. Карьеру начал в 12 лет. С тех пор с ножницами и расческой на «ты». Я помогал двоюродному брату, когда мне было 12 лет. То есть, все 12 лет, когда были такие каникулы большие, я, скажем так, не отдыхал, а ходил в салон и помогал брату. В России карьера Фаруха пошла в гору. Он уже успел поработать со звездами Елизаветы Боярской и Димой Биланом. Свои профессиональные секреты он раскрывает на авторских мастер-классах. Караганда, далее по списку, Алматы и Астана. Здесь более новый взгляд, более какие-то новые методики. Даже если какие-то старые элементы, Фарух их показывает по-новому, в новой технике, в новом применении. О казахстанских мастерах Фарух отзывается тепло. Говорит, здесь живут талантливые люди. Между тем, карагандинским цирюльникам есть над чем работать. Получить дозу вдохновения, капельку фантазии и почувствовать клиента. Тогда парикмахерские вершины будут покоряться. То, что они делают, тоже в каком-то степени очень актуально для караганды. Но всегда есть куда стремиться в нашем профессии. Потому что человек не только себя показывает, как он умеет делать образы, а всегда подчеркивает полный образ клиента. Ирина Камышоу, Баужан Алипов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. У полицейских караганды появилась хорошая традиция – проводить сходы с населением, где можно найти взаимопонимание и, как сегодня модно говорить, в режиме онлайн решать наболевшие вопросы. Очередной сход состоялся жителями домов 55 и 59 по улице Кривогуза. Сергей Высокосов с подробностями. Обычно на подобные сходы приходят пенсионеры. Но на этот раз заинтересовались многие жители микрорайона. Тема интересная. Как сохранить свою собственность от возможного воровства? Участковый инспектор отчитался о своей работе. Жители узнали, кто, когда и сколько раз попадал под пристальное внимание полиции. Какие меры к нарушителям были приняты. Информация полезная. Но главное они услышали от начальника отдела государственной службы охраны. Одним из действенных методов данной работы является подключение квартир к охранной сигнализации, имеющей наличие у субъектов охранной деятельности, подающих сигнал на пульт СН или на мобильный телефон. Представитель фирмы рассказал о возможностях последних разработок охранной сигнализации. Сегодня, находясь вдали от своего жилья, можно по сотовому телефону просмотреть камеру слежения или получить СМС-сигнал, если квартиру вскроют без вашего ведома. Техника не стоит на месте. Надо только решиться и подключиться к новым системам охраны. Сергей Высокозов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. Борьба с экстремизмом. В Караганде прошел семинар на тему профилактики религиозного экстремизма и реабилитации пострадавших среди молодого поколения. Организатором выступил Центр по работе с молодежью. Амина Смакова с подробностями. За последние годы тема экстремизма все чаще мелькает на страницах прессы. О нем можно услышать в компаниях молодых людей. В мечеть все больше ходят не молиться, а вербовать, говорят специалисты. Семинар-тренинг – еще один шаг в борьбе против проблемы 21 века. Ведь начинать нужно с таких лекций, которые раскрывают всю суть экстремизма, рассказывают организаторы мероприятия. Всем известно, что на сегодняшний день одним из актуальных тем сферы молодежной политики и в целом общества является религиозное воспитание. Ни для кого не секрет, что та критическая ситуация, которая сложилась в соседних странах, позволяет многим псевдорелигиозным организациям проводить свои негативные действия в казахстанском обществе. По мнению приглашенных психологов, основное давление со стороны религиозных сект идет на молодое поколение. Ведь завербовать в секту легче подростков, нежели взрослого человека, считают специалисты. Упор всегда надо делать на молодое поколение, потому что на него и делают упор экстремистские организации. То есть молодежь – это будущее, на них все рассчитано. И поэтому экстремистские организации в первую очередь ориентированы на молодежь. Организаторы мероприятия обещают, что такие встречи будут проходить как можно чаще. Статистика показала, что подобные лекции благотворно влияют у населения. Амина Смакова, Ужас Габбасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Капаров. Он уже в студии. Берик, тебе слово. Карагандинские спортсмены стали призерами универсиады в Казани. И о том, где можно посмотреть матч Лиги чемпионов «Шахтера» и «Бате» через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Аким области Баужан Абдишев встретился с тяжелоатлетами-чемпионами Максимом Локтёновым и Асем Сарсикеновым. На встрече глава региона поблагодарил спортсменов и тренеров за их достижения и вклад в развитие спорта в Казахстане. Встреча Акима области Баужана Абдишева с делегацией тяжелой атлетики прошла в теплом ключе и дружественной атмосфере. Тренерам и спортсменам были подарены телевизоры и вручены благодарственные письма. Глава региона пожелал тяжелоатлетам удачи на универсиаде в Казани и добавил, что пристально следит за спортивной жизнью области. Нового государства Нурс Султана Назарбаева создает все возможности для успешного развития спорта в стране. Еще раз хочу всех вас поблагодарить, тренеров, руководителей ассоциаций вас во смену. Тот большой вклад, который вы сегодня вносите в целом развитие спорта Казахстана. Внимание всем карагандинским болельщикам футбольного клуба «Шахтер» и просто любителям спорта. Завтра на площади возле Дворца культуры Горняков на большом светодиодном экране состоится прямая трансляция из Беларуси, где в городе Борисов чемпион Казахстана карагандинский «Шахтер» сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с командой «Батэ». Поддержим нашу команду. Карагандинская команда по черлидингу с триумфом вернулась с чемпионата Европы, который проходил в Италии. Об умоциях и опыте, которые приобрели юные призеры в следующем сюжете. Черлидинг в нашей стране только набирает популярность, в отличие от Америки и Европы, где выступления черлидинговых команд – это большое красочное шоу. Карагандинская команда «Тори» вернулась с главного первенства Европы с большими наградами. В любительской лиге подопечные Ирины Корюкиной сумели завоевать все три комплекта медали, а в Лиге профессионалов удалось закрепиться в пятерке сильнейших. «Девочки выступали три дня. Сначала в любительской лиге, потом в Лиге профессионалов. Первое, второе, третье место мы заняли в любительской лиге среди юниоров. И пятое место, общезачетное, было занято в Лиге профессионалов. И тем самым дети завоевали путевку на чемпионат мира в Таиланд». Как часто бывает в отечественном спорте, отсутствие спонсирования становится неопреодолимой преградой. К сожалению, как правило, лишь немногим удается найти необходимые средства. Юные призеры чемпионата Европы из Караганды тоже столкнулись с этой проблемой. «Мы находимся на балансе ДПК, при стадионе «Шахтер». Из этого уровня мы немножко выросли в плане уже как бы спонсировать такие поездки. ДПК не может. Поэтому мы очень надеемся на поддержку облспорта. Прямо хочется нам, конечно, съездить на чемпионат мира и хочется, чтобы девочки проявили себя. Я думаю, что они не принесут еще ни одну медаль Казахстану». Всемирная универсиада в Казани в самом разгаре. Сотни студентов со всего мира, среди которых есть и карагандинцы, бьются за медали в разных дисциплинах. Студенты карагандинского универсиета Болошак, дзюдоисты Биембет Канжанов и Айден Дартаев отправились на универсиаду не в статусе фаворитов. Но Биембет Канжанов посчитал иначе и завоевал серебро. А уже сегодня другой студент Болошака Айден Дартаев получит возможность принести в копилку казахстанской сборной еще одну медаль. «Канжанов Биембет Дартаев Айден. Канжанов Биембет вчера завоевал серебряный медаль. Сегодня будет бороться за звание чемпиона Дартаев Айден, студент третьего курса Карагандинского университета Болошак». На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Наш выпуск подходит к концу. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Спасибо за внимание. Всего доброго. Аман, сау, бонусы, дар. Субтитры создавал DimaTorzok